Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня режиссер Павел Лунгин. Павел Семенович, здравствуйте. Добрый день. Вы слышите меня? Да, мы слышим вас отлично. И видим тоже хорошо. Звольте нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Звоните из-за рубежа код Латвии плюс 371, и номер ватсап 2306191. Можно отправлять сообщения, мы будем их засчитывать в эфире. Павел Семенович, ну вот фильм «Паразиты», получивший Оскар, смотрели ли вы его? И как вы понимаете? Без спорно. На ваш взгляд, в чем феномен этого фильма? Он же стал первой иностранной картиной, которая получила главную награду, то есть Американской киноакадемии. Такой прецедент случился? Ну, господа, вы же знаете, я... Это, конечно, свежая новость, ей всего месяц, но, тем не менее, я ничего нового сказать не могу. Я думаю, что это просто какая-то реакция на зафилие политкорректности в американском обществе, в американском кино. Они дали неполиткорректному фильму, и к тому же иностранному. По-другому я это объяснить не могу. Это фильм хороший, но невеликий. Мне «Джокер» нравится гораздо больше. Все-таки много разных оценок получил фильм «Паразиты». В частности, журналист Владимир Познер высказался, и он выразил свое разочарование в победе «Паразитов». Как вы считаете, все-таки заслуженная победа? Или есть у вас тоже какой-то элемент разочарования? Знаете, я был настолько в фестивалях, и на стольких разных таких мероприятиях. Это вообще, в этом нет никакой объективности. Нельзя говорить о заслуженности, я говорю о незаслуженности. Это все равно, что проводить спортивные соревнования между бегунами, прыгунами с шестом и пловцами. И говорить, кто лучше или кто из них лучше. Не знаю. Каждый фильм существует в своем мире, в своем жанре. Кто любит «Пападью», а кто свиной хрящик. Знаете, сложно это понять. Поэтому это всегда игра, это всегда на потребу зрителя. Это всегда для того, чтобы вы потом звонили мне из Риги и говорили, а как вы считаете? А я вам ответил, вот я так. Ну, знаете, это игра, поэтому если вы хотите в нее играть, будем играть дальше. Я уже сказал, что мне кажется, что Джокер наиболее интересный. Если вас интересуют мои вкусы, 19-17 на меня не произвело впечатление. Казалось мне похожим на какую-то холодноватую видеоигру современную. Я привык, что про войну говорят в другом уровне темперамента, с трастностью и боли. Ну, вот совершенно разные такие вот фильмы. Как понять, какой из них лучше? Как понять, какой из них хуже? Я не знаю. Многие в фильме 19-17 отмечают монтаж. Великолепную работу монтажера непосредственно, режиссера монтажа. Смотрите, вас волновало в фильмах Феллини, сколько там склеек? Вы думали когда-нибудь? Восемь с половиной. Ну, нет, наверное, не думала. Вы думаете, там восемь с половиной склеек? Нет. Этот фильм не поэтому так называется. Не поэтому, однозначно. Вы как раз говорили вот в интервью у Познера, Павел Семенович, о том, что фильм должен быть... Клеем клеили. Сладким клеем клеили. Мне просто кажется, что художественные произведения не определяются формальными достоинствами количеством склеек. Вы как раз говорили в интервью у Познера о том, что фильм должен быть тяжелым, как золото, а легким бывает алюминий или пластмасс. Вот много ли сегодня пластмассы, на ваш взгляд? Много, конечно. Мы же перешли в аэру воздухоплавания. Конечно, чем легче, тем лучше. Ну да, но потому что, вы знаете, все... Так как вот есть слово, которое я ненавижу, оно называется комфортно. Раньше в России говорили не парься. Понимаете, мы как раз... Я всегда думал, что человек живет, чтобы париться, в общем. И комфортно — это не есть цель жизни. И вот это комфорт, оно требует не просто легкого, а легчайшего такого отношения к жизни, что пусть, упаси Бог, ничто не потревожило твое незамутненное, как озеро, сознание. Но я, конечно, принадлежу к старому времени, когда еще надо было, наоборот, реагировать и как-то принимать в себя боль какую-то. Ну, вам приходилось снимать пластмассу? Вот был у вас такой опыт, что вы можете сказать про себя, я это делаю? Ну, вы же сами знаете. Вы видели все мои фильмы, нет? Ну, у меня вопрос по родине, по сериалу «Родина», потому что я смотрел и американскую версию, и российскую версию, которую вы снимали. У меня есть ряд вопросов, которые я хотел бы в ходе этого интервью вам задать. Вот почему, например, в американской родине используется аббревиатура ЦРУ, то есть реальные ведомства, Белый дом и так далее, а в российском этого нет. То есть это адаптация... Ну, вот как вы сами ее оцениваете? А какой вы хотите? ФСБ, допустим? Ну, ФСБ, допустим, да. По-другому? Ну, там антитеррористический центр. Я не знаю. Я не знаю, я, честно говоря, не обращал на это внимания. Там какая-то у нас контртеррористический центр, по-моему. Да, контртеррористический центр там был. Ну, вы знаете, это такие вещи, как... Мне кажется, не это суть. Я не знаю, много ли вы видели фильмов русских, где офицер одевает свои ордена и в боевой форме идет в золей, чтобы взорвать там весь генералитет России. И вас... Это вас не волнует. Говорит, что Гомбург говорит, что я сумасшедший, да я хочу взорвать эту банду, говорит он. Но это вас не волнует. Вас волнует, почему нет ФСБ, а почему в Америке было ЦРУ. Но если вы считаете, что это, так сказать, какая-то лакировка, то я даже не знаю. Нет, на самом деле это не лакировка. Я просто задаю вам вопрос, потому что, если мы говорим об американском фильме, то складывается впечатление, что они не боятся говорить о своих ведомствах, о своих властных структурах, и не пытаются заменить аббревиатуры существующих агентств на какие-то нейтральные. Поэтому я просто задаю вам вопрос, для чего это нужно было, какой в этом художественный смысл? Художественного никакого. Наверное, это было решено, что так этот сериал будет более проходной. Я, честно говоря, не помню по этому поводу таких споров, но я бы еще раз, еще раз я пошел бы, чтобы звать это контртеррористический центр, потому что у нас, видите, этим занимается и МВД, и ФСБ, и есть отдел Э, и отдел, не знаю, какой-то еще. Поэтому не в этом же дело. Вам не кажется, что все наши спецслужбы слиты в одну единую спецслужбу? Мне кажется, что важно, что это спецслужба, как явление такое, понимаете? Ну, в общем, не в этом дело. Но, наверное, ваша претензия справедлива. Это не претензия, я просто, опять же, повторюсь, задаю вопросы, потому что если, просто чтобы закрыть тему Родины, эти вопросы, которые у меня возникли, когда я смотрел, но ведь, опять же, не упоминаются конкретные республики. И вот здесь как раз у меня вопрос. Это связано с тем, что очень часто, если, допустим, говорят о Чечне, художники, режиссеры, то многих не заставляют, вынуждают, возможно, извиняться. И об этом лучше не говорить. В американской версии, в общем, называют все реальные страны, которые там фигурируют. Есть такой страх у режиссера? Не сказать, допустим, не назвать Чечню, а назвать Северо-Кавказской республикой? Ну, конечно, есть. Не то, что страх, а некоторое опасение такое. Ну, желательно, так сказать, под грузовик не попадать. И не то, что я боюсь грузовиков и не выхожу на улицу, потому что там ходят грузовики. Ну, просто лучше бы под него не попасть, а идти дальше. Ну, в вашей картине «Родина» главная героиня, она страдает от нервного расстройства. Но вот парадокс, на мой взгляд, что волнует меня, парадокс в том, что она оказывается, ну, может быть, чуть ли не самым, наверное, здравомыслящим человеком, несмотря на то, что имеет какое-то расстройство. Это умышленно было, с вашей стороны, подчеркнуть это? Ну, конечно. Кассандра, если вы знаете историю Троянской войны, тоже все считали ее сумасшедшим. Она была единственная, кто понимала, что происходит. Так очень часто, среди здравомысля голос безумного, наоборот, говорит правду. Это ставит вопрос в большие вещи. Он же тоже сумасшедший был. Для меня вообще два сумасшедших человека. У него раздвоение личности между патриотизмом и каким-то страшным патриотизмом и ощущением ненависти, желанием отомстить за мальчика, который он считает своей виной. И они два безумца, которые находят друг друга. И, в общем, они самые настоящие люди в этом мире. Ну вот вы сказали о том, что не хочется попадать под грузовик, но ведь ваш фильм «Братство» — это как раз другая история. Это фильм, который вы сняли и который вызвал далеко не у всех восторженную реакцию. Но вы как раз рассказали ту правду об афганской войне, или, по крайней мере, ту вашу версию об афганской войне, которая многим не понравилась, в том числе наверху. Сложно было решиться показать афганскую войну вот с этой точки зрения? Как вы к этому пришли? Я думал, что уже по прошествии 30 лет уже пора говорить об этом правду. Но, вы знаете, это ведь очень интересно, эта реакция на этот фильм показала, насколько наше общество раздвоено, расколото. Потому что среди афганцев тоже большая часть причем героев и героев России и в больших чинах они тоже принимали этот фильм. И большой, как и не принимал. И это говорит о том, что мы по-прежнему относимся к истории вообще, к исторической правде очень болезненно. Вообще, если какое-то от времени Сталина осталось вот это чувство, что правда и есть наша самая главная военная тайна. Что главное не говорить правду никогда. Никому не говорить правду. Потому что наша тайна — это правда. Ну, в общем, картина отстояли, картина вышла. Большого успеха она не имела, потому что, я думаю, что зрители такого зрительского успеха какой-то у критики имела, пожалуй. А у зрителей нет, потому что она опять же тяжелая, она грузит. Понимаете? А надо, чтобы не грузила. Ну, а способен ли зритель сегодня принимать не только условные такие победные марши в работах, в том числе и кинематографических, но и какие-то позорные страницы, пытаясь отрефлексировать на те или иные темы? Как вы считаете? Думаю, что это требует работы, в том числе и работы на Министерство культуры. Потому что мне кажется, что одна из работ Министерства культуры дает задачу Министерства культуры, это что-то... Мир... Люди живут вообще в сложном мире, а им насильственно прививают представление о простом мире, о мире, который делится за черные и белые, о мире, который делится за наших, против наших и так далее. Им очень сложно жить в этом мире, они сходят с ума, потому что жизнь другая, а мысль это они в старой категории. Поэтому мне кажется, что это задача вообще культурного воспитания людей это вот как раз усложнение мира. Но сейчас я думаю, что не готовы. Я думаю, что если сейчас сделать циррогическую картину о том, что война это больно, что война это бессмысленно, то, чем выходит большое количество людей из войны. и потому, что настоящие герои не рассказывают о войне никогда, как они о лагерях никогда не рассказывают. Потому что люди, наверное, не готовы это воспринять, не готовы разделить боль. Они хотят радости, победы. То есть сегодня фильм «Иди и смотри» не имел бы успеха, да? То есть, если рассуждать вот с этой точки зрения, фильм, который, мне кажется, потряс всех, кто его видел. Это выдающийся фильм абсолютно. И он потрясает. Знаете, вот, например, думал, если бы сейчас вышел фильм «Остров», он бы имел успех или нет? Подозреваю, что нет. Подозреваю, что не такой. Подозреваю, что его бы смотрела узкая какая-то часть очень религиозных людей. А на самом деле он сделан не для них, а он сделан для всех. Это какие-то разные времена, разные чувства. Есть чувство обостренной совести в обществе и вины, и стыда, а есть чувство, наоборот, победительное такое-то, когда не хочется, чтобы выстрел. Вот вы сейчас упомянули фильм «Остров». Насколько важно для режиссера создавать в своих героев образы, ну, таких, скажем, ненормативных персонажей, то есть, не черно-белых, условно, без ярлыков, добра и зла? Вот я как-то нахожусь в традициях русской литературы и искусства. Мне кажется, что все герои русской литературы, они являются ненормативными и не являются черно-белыми. Меня интересует вообще человек, загадка человека, тайна психологии человека. в этом, так сказать, мой религиозный взгляд на процесс творения и на человека сказано, что человек создан по подобию Божьему. Вот мне интересно видеть в нем, искать в нем, находить в нем, пытаться объяснить себе самому эти осколки, так сказать, божественного произвола какого-то. Потому что тот самый фильм «Остров» и тот самый праведник юродивый, он вообще в своей молодости убил человека и, наверное, в этом тоже и мучается всю жизнь. То есть, вот этот парадокс его праведной жизни. Да, ну, конечно. Это главное. Можно ли, на ваш взгляд, стать праведником от хорошей жизни, как вы считаете? Я не слышал. От таких? Поэтому для меня люди, которые говорят, что для меня главное — это комфортная жизнь, они мне уже изначально как-то неинтересны, для которой главная проблема это что выпить лако или капучино, они вообще для меня не представляют такого. Хотя, может быть, это очень хорошие, милые, симпатичные люди спасают собаку. А какие люди вам интересны? Интересные. Интересные? Ну, в чем заключается этот интерес, в чем феномен этой привлекательности? Критерий, может быть, привлекательности? Можно объяснить. Талант какой-то должен быть в человеке, риск. Вот вы сказали о том, что не любите людей, которые живут такой комфортной жизнью. Вот еще один такой спор, который периодически возник. говорите. Я говорю, что не то, что я их не люблю. Я говорю, что они не очень интересны. Хотя они, наверное, хорошие, они лучше меня. Человек, который прожил свою жизнь правильно или раскаившийся грешник, вот очень часто приходится сталкиваться с такой точкой зрения, что как раз раскаившийся грешник заслуживает больше уважения, потому что в какой-то момент он просто передумал, переосмыслял и переориентировал свою жизнь. А вот человек, который всю жизнь прожил правильно, он, в общем-то, достаточно скучный. Хотя, если разобраться, получается, что человек не грешил, он просто следовал каким-то заповедям изначально. Есть в этом такая несправедливость, что можно грешить, потом раскаяться и стать более востребованным, в том числе с точки зрения искусства? Ну, конечно, есть. Вообще, жизнь полна несправедливости. Это главное. Все несправедливы. А что несправедливо? Все не равны. Один не равен другому. Понимаете? И просто хочется какой-то глубины. Религия всегда интересуется уровнем, глубиной и искренностью душевного потрясения и душевного преображения человека. Мы очень много знаем праведных ханжей, людей лицемерных, фальшивых, скупых, которые, так сказать, кутаются в эти ризы благочестия, на самом деле, раздираемы мелкими чувствами. Как понять? Вообще, как понять, кто судить может? это абстрактный разговор. Давайте смотреть на конкретных людей и их разбирать. Это интересно. О конкретных людях. Как раз возвращаясь к картине «Родина», вы говорите о главной героине, о которой я упоминала, что ее вам невероятно жалко. Вот это ощущение, кто-то считает, что жалость это может быть не всем хорошее чувство, кто-то говорит, что это высшее человеческое чувство. И вы вот так сказали в одном из интервью, тоже говоря об этом, что пришло время слабых героев, то есть слабость, которая вот эту жалость приумножает в сердцах. Но ведь парадоксально, может быть, опять же, если говорить об этой героине, что, наверное, в ее слабости есть и ее сила. Так ли это? И так ли вы хотели это показать? Ну, это не так. Ну, еще, Шекспирт сказал, что это такое вообще героиня. Да, Павел Семенович, попросим вас чуть поближе к микрофону. Наша сила в нашей слабости, а слабость наша безмерна. Поэтому меня поэтому это огорчает очень это движение феминистическое, потому что мне кажется, что женщины потеряют огромную часть именно своей силы, уподобившись всем остальным, так сказать, гораздо менее интересным мужчинам. и конечно, конечно, в ее беззащитности, ранимости, в ее болезни, в ее какой-то такой тоже неродивости определенной. У нее есть огромная сила и привлекательность, и очень жалко. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, а потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи режиссер Павел Лунгин. Здравствуйте еще раз. Добрый день. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что люди изначально так что-то неравны. Да, сделайте потише радиоприемник, мы эхо слышим. Да, мы слушаем вас. Александр. Пропал Александр. Номера прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Надеюсь, наш радиослушатель дозвонится и задаст свой вопрос. Да, ну вот я все-таки продолжу, наверное, подводя итог разговора о Родине. Там тема именно физических отношений, наверное, физической любви, она очень ярко так прорисована. И сегодня так или иначе фильмы, где есть максимально яркие, может быть, постельные, опять же, сцены, они вызывают такой резонанс в обществе. Например, фильм «Текст» недавно очень широко и громко обсуждаемый, там тоже откровенная сцена была, такая яркая. И как вы считаете, все-таки в обществе есть запрос на такие сцены или есть запрос на обсуждение или, может быть, осуждение их? Я не знаю. В обществе есть запрос на сцены? Ну, учитывая, что с помощью этого мы размножаемся, наверное, да. говорят, что запрос уменьшается. В свое время, в 20 веке, секс считался безусловно высшей ценностью и благом. Но теперь говорят, покой и комфорт считаются главной ценностью. Может быть, секс ушел с вершины, с вершины, так сказать, лестницы удовольствия. Но это не главное. Вы знаете, сейчас до такой степени много и порнографии, и эротики в сети. Такое количество в общем свободных снятых фильмов, что, мне кажется, это перестало иметь такой острый какой-то острый такой привкус. Хорошо, когда эта сцена осмыслена. Вы знаете, хорошо, когда эта сцена... Я, кстати, считаю, что эта сцена в тексте была снята прекрасна и сыграна замечательно совершенно. Но она была вставлена совершенно не в то место, где она... Она почему-то была в самом конце, когда дело уже идет к разрешению этой истории, когда мы ждем совершенно другого, живы, мертвы, кто, кто предаст и кто. И эта сцена, она торчит там как гвоздь. Ее надо было подставить раньше, когда мы понимали, как он любил свою жену. Ну, в общем, это не важно. Но всегда будут люди, которые это любят, естественно. И будут люди, которые не любят, и будут какие-то сообщества, которые будут это запрещать, и будут какие-нибудь хоругвеносцы, которые будут ходить с хоругвами, и будут какие-нибудь либералы, которые будут голые ходить и, наоборот, доказывать, что это правильно, мудисты. А почему на нас такое впечатление произвел фильм «Родина»? Давно его сделал, меня тут все так ругали и говорили, что настолько лучше американский фильм, что прямо я удивлен. Мне тоже не кажется, что американский фильм намного лучше. Мне кажется, что у нас есть свои какие-то преимущества. Но я удивлен, что вы, это же старый уже. На меня произвело несколько ваших работ и вообще те фильмы, которые я смотрел. И поэтому «Родина», на мой взгляд, выпадала из этого общего ряда, учитывая, что я смотрел американскую версию и российскую версию, то есть вашу. И мне было интересно, когда появилась возможность с вами поговорить, задать те вопросы, которые у меня появились по этой картине. Знаете, еще я дополню эту мысль. Мы как-то говорили на дискуссии однажды о том, что может ли Россия снять свой карточный домик. Тот сериал, который сняли американцы про свою власть. И, соответственно, на «Родина» в какой-то степени может быть, является, ну, если не карточным домиком, то тоже таким ответом. Это можно снять? Можно. Знаете, я, например, горжусь тем, что я автор единственного в России политического детектива, олигарх называю. Я смотрел его. Во многом опередил то, что происходило. Он как бы шел уже не к Березовскому, а к Канарковскому и вообще ушел куда-то дальше. Но больше с тех пор я не видел ничего похожего. Я помню, как мы снимали человека, который играл Балуев гениально, чиновников в Кремле сидел и говорил, вот сюда положи мне 10 миллионов долларов. А на этот срок. С тех пор я не видел, чтобы это было показано таким образом. конечно, я бы мог. Но наш карточный домик не будет похож на американский карточный домик. Он будет по многому, может быть, и грубее, и резче, и жестче, не знаю, своеобразнее. Но, я думаю, придет его время. Ведь, кстати, фильм «Олигарх», который вы упомянули, там тоже обсуждалась эротическая сцена. Я помню, когда он только вышел, многие как раз спрашивали у Бориса Березовского, которого считали прототипом этого фильма, о том, так ли на самом деле. Он сказал, что я занимаюсь любовью по-другому, так что в этом смысле «Олигарх» не совсем про меня. Но это так, просто тот эпизод, который я вспомнил, когда вот как раз картина вышла на большие экраны. Но если продолжать тему карточного домика, вы сказали, что фильм будет грубее. Здесь вопрос, наверное, в том, можно ли сегодня в России снять фильм про Кремль, про власть, не уходя, скажем, в какие-то там, ну, не знаю, лидеры оппозиционной фракции или просто лидеры фракции, а просто снять фильм про Кремль. Сегодня возможно, как вы считаете? Вот такого уровня, как сняли американцы про «Белый дом» со «Спейс»? Думаю, что нет. Потому что нельзя забывать, что американский фильм, карточный домик, он вверх сквозь придуман. И он с американцами воспринимается все-таки как некоторое предупреждение. Вы заметите, что у американцев всегда самый плохой человек – это директор ЦРУ. Он всегда замышляет заговор. И они уже в своей критике дошли до вице-президента. А до президента еще нет. Но вице-президент может быть тоже каким-то врагом и замышлять заговор. Но это же всегда носит характер, как сказать, как сказка. Это как Баба-яга. Ведь нет на самом деле ужасной Бабы-яги. Но все дети-то читают, что там в лесу, где-то живет бабка, не ходи в лес. Не ходи в лес. Там бабка тебя посадит в печку и съест. Точно так же во многом делаются эти фильмы, которые предупреждают людей, политиков, кстати, да и избирателей. Не ходите в лес, ребята. Там Бармалеи. Там очень жутко может быть. Поэтому в России все будет восприниматься буквально. И будут искать, кто тут кто, кто это, кто тот. И вот в России это иносказание, я боюсь, не будет принято. А оно будет вот как некое, как будто бы я пишу, вот, не знаю, донос на кого-то, что кто-то там вот взял. Кто же это взял? Давайте высчитывать. И так далее. Поэтому у нас эти фильмы как-то по-другому. Мы не можем так. У нас вообще очень разная культура. Очень разные культуры, очень разные культурные модели и модели восприятия. У нас все-таки после стольких десятилетий, столетий цензуры отношение к тексту, к фильму, к спектаклю еще болезненное такое. Хотя, мне кажется, книги разрешаются уже издавать почти любые. Думаю, ну кто их прочтет? Но к фильмам и к телепостановкам все-таки очень ревнивые отношения. Я думаю, это пройдет. Вот вы в своих интервью говорили о детстве, вспоминали о том, что мама... Взросление общества. Знаете, взросление общества идет. Скоро начнут воспринимать это все-таки иронично, не как буквальное событие, а как некоторые насказания, сказки, понимаешь. Ворона уж тоже не сидела никогда и сыр во рту не держала, это на самом деле. Но сыр выпал. Это придуманная база. Ну вот как раз о взрослении. Вы сказали, вы говорили о своем детстве, что мама запрещала вам смотреть телевизор. У вас даже не было, насколько я помню, телевизора, потому что мама не хотела, чтобы папа отвлекался от работы. Семен Лунгей, чтобы он... Это было вроде шутки такой, но действительно телевизор появился уже очень плохо. Когда я его купил? Сейчас вы смотрите телевизор? Сейчас что-то нет. Почему не смотрите? Ну я не знаю, по ледности, может быть, сейчас все, в общем, все интересное есть. В компьютер я на радио перешел. Может быть, это кстати. Я много слушаю радио, и как-то у меня через ухо сходит хорошо. Ну следите за той информационной и политической повесткой, которая сегодня в России. Внимательно, внимательно. Интересно. И что думаете? Какие у вас соображения по этому поводу? Ну если говорить в целом. Вы знаете, мой любимый анекдот в последнее время. Это встречаются два политолога. И один говорит, ты мне объясни, что происходит. Он говорит, сейчас я тебе объясню. Говорит, пошел ты к черту, я сам тебе объясню. Ты мне скажи, что происходит. Вот это понимаешь. Поэтому, что происходит, мало кто понимает. Объяснений много. Я ими всеми владею как бы своей... Ну что-то происходит. По крайней мере, мне кажется, что уже сам факт того, что что-то происходит, это уже интересно. У нас звонок. Радиослушатель на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр, задавайте вопрос. Прервалось. Скажите, пожалуйста, вот вы про социальную справедливость говорили, что вроде бы как это естественный вопрос. Одно дело, когда природная, так сказать, на определенном уровне социальная несправедливость. А когда культа ограбила весь народ, ну это, извините, не социальная несправедливость. Да, задавайте вопрос, Александр, чтобы наш гость мог вам ответить. У нас не так много времени. Да, вот ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы относитесь к той социальной несправедливости, которая сейчас существует в России и как она видится из Москвы. Вам-то в Москве, наверное, хорошо живется. Спасибо. Спасибо. Вопрос в претензии. Плохо отношусь. Я говорю, что я говорил, что нет справедливости в способностях, нет, в этом нет. А то, что есть коррупция, воровство и жестокость, да, конечно. Все, ребята, кто к этому хорошо относится, к этому никто хорошо не относится. Но единственное, что я могу сказать, что все-таки я вспоминаю жизнь при советской власти и все-таки жизнь стала лучше. Она стала менее, как сказать, там был какой-то мир такой подавленности, мир дефицита, мир некоторой несправедливости. Но я хочу, чтобы вы поняли, так сказать, внутренне возвращаете меня в Советский Союз, но тогда тоже были и пайки, и специальные распределители, и отдельные магазины, и директора гастрономов жили так, как никто не жил. И поэтому в какой-то степени мы всегда жили, Россия всегда жила Москвой, Петербургом, а вокруг более или менее было такое поле обнищания крестьян и крепостных. Вообще не забывайте, что еще 150 лет тому назад большая часть России просто была рабами, по сути, были крепостными. И, конечно, нужно какое-то время. Я все-таки очень, я только знаю одно, я могу вам сказать, что всякое насильственное перераспределение ведет к большей несправедливости. Всякая насильственная смена власти ведет к жестокости. Всегда всплывает какая-то сволочь, понимаете, шариковы всплывают в любой момент вот таких вот насильственных поисков справедливости. Поэтому единственное, что можно делать, это в общем огорчаться, ждать и давать своим детям образование. В России сегодня, на ваш взгляд, формируется культ личности, потому что Владимир Путин пошел в Ютуб, это была его первая попытка поговорить с этой аудиторией, правда, через информационное агентство ТАСС, и тут как раз возникает вопрос, насколько эта попытка будет успешной, но тем не менее, кто-то проводит параллели со Сталином, весьма условные, потому что, конечно, Путин это не Сталин, и времена другие, и, в общем-то, уровень репрессий и прочих каких-то политических воздействий совершенно другой. Но тем не менее, есть культ Да, можете поближе к микрофону, мы вас мало теряем. Ближе, пожалуйста, к микрофону. Где, понимаете, где, вы забываете, что такое культ личности Сталина, что такое, как он глубоко был внутри людей, я готовился к работе, связанной с ГУЛАГом, я читаю воспоминания заключенных, там, две женщины, которые вместе пять лет провели на нарах, они послужились из-за того, что одна сказала, что Сталин очень красивый, а вторая сказала, что у него локти. И они лежат оба безвинные на нарах, и они смертельно поругались, потому что вторая сказала, что Сталин не самый красивый мужчина в мире. А если Сталин лучший друг химиков, лучший друг пионеров, лучший друг световодов, мы не видим этого, мы не видим все-таки вот такого буквального культичности, мы не видим, чтобы спектакли закрывались и открывались по движению его брови, чтобы его писатели, которые ему нравятся, вдруг становились секретарями ЦК и так далее. Это совсем другой все-таки подход. Но есть очень много неприятного в нашей жизни, и это все понимают, но это не культ личности. Даже не так этот культ личности. Конечно, жутковато немножко, что когда говорят, давайте изменим Конституцию, там 450 депутатов голосуют единогласно. Но хоть один-то мог сказать, ребят, отчего нам менять? Ему бы объяснили, он бы понял, ему бы что-то сказали. Но как-то все единогласны. Вот эта единогласность, это, конечно, то, что у нас осталось от культа личности. Это единогласность, вот эта глубокая неискренность, раздвоенность, люди, которые думают дома по одному, а на работе по другому. Мы это все знаем, что говорить об этом? Ну, сакральное отношение к власти, я помню, как в интервью Владимира Познера, опять же, вы говорили, недословно вас цитирую, что вот это сакральное отношение к власти, такое какое-то ощущение непогрешимости этой персоны, фигуры политической, оно свойственно даже тому, кто вырос в достаточно либеральной семье, насколько я помню, вы говорили о себе в том числе. Ну, я говорил о слабости своей, что я поймал себя на том, что я невольно вытягиваюсь как-то, особенно как-то мило улыбаюсь и как-то так подтягиваюсь внутренне, когда встречаюсь с большими начальниками редко. Но я как-то поймал себя за руку и перестал это делать. Но в Бога не верят. Никто не верит в Бога искренне. Понимаете, считается, что Бог начальник, конечно, тоже, а над Богом еще и президент сидит, и царь сидит над Богом. Понимаете, Иван грозно искренне считал себя Богом искренне считал, что его желание это, что безгрешных нет, поэтому, в общем, не так важно, кого казнить. И что вот он скажет, как и Сын Новин, солнце остановится, будет ночь, будет день. Это такое какое-то отношение. Но я думаю, что и сейчас вы видите обсчеты всякие циологические говорят, что люди хотят сильной Руси, сами себе не верят, начальникам не верят. То есть, эта концепция возведения, может быть, на пьедестал, не знаю, необходимость в вожде, она вот свойственна обществу сегодня, как вы думаете? Свойства. Свойства. Ну, просто у них, честно говоря, никогда не было опыта иной жизни. Знаете, как в том анекдоте, когда старый еврей просит у Бога, чтобы всегда было все плохое, дай хоть что-нибудь хорошее сделай, я уже старый, дай хоть выиграть мне в лотерее. И, наконец, об облако отбегается и говорит, Абрам, дай мне шанс, купи хотя бы один лотерейный билет. И вот точно так же у нашего общества не было шанса жить без вождя. У нашего общества не было шанса жить со сменяющимися вождями. У нас не было шанса видеть, что это лучше, это похоже. С этим живем так, а с этим так. Этого не было. Пока это только такие гуманитарные сведения, знания, которые мы черпаем в Москве. У нас много звонков. Примем еще. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Владимир, меня зовут. Ну, вот о власти вы сказали, да? Но вот не было шансов без вождя. Но Ельцин, Горбачев, это ж мы без вождя жили. Это в пику вашим словам. И вот все-таки, если обобщить все, что вами сказано, Сталина вы упомянули, как он сейчас в любом разговоре упоминается. Ведь, может быть, Путин, это не причина того, что сейчас в России последствия, то есть, значит, как бы разумный баланс. Я не сторонник Путина, но, может быть, это разумный баланс между этими двумя полярными силами. И ему удается очень качественно лавировать. Да, спасибо вам. Я согласен с вами во многом. Он, конечно, следствие. Но он следствие многих вещей. Он следствие не только мнения нашего народа, но он следствие и своего воспитания, и своей профессии, и, как сказать, своего культурного типа. Понимаете, мы все являемся следствием, но я сказал, что у нас нет культа личности. Видимо, Путин не хочет культа личности, слава богу. Потому что, если бы он хотел бы культа личности, мог бы согнуть бы народ в дугу, и всегда были бы охотники. Охотники бы тут же бы набежали гнуть, и, так сказать, и нагибать. Поэтому он вот он такой, как есть. Вы знаете, надо все-таки воспринимать жизнь некоторым образом такая, как она и есть, и думать о будущем больше, чем о прошлом. Я сам склонен в прошлом искать все объяснения, но, наверное, лучше искать в самих себе и думать о будущем. Я считаю, что мы живем не очень хорошо, но могли бы жить гораздо лучше. Мы живем материально, несмотря на обнищание общее. Мы живем гораздо богаче, чем жили при советской власти. Все-таки гораздо свободнее, чем жили при советской власти. У каждого человека есть очень много выборов. Выборы, что читать, что смотреть, в общем, что говорить, куда уехать. куда поехать. Свободы много, не все могут ей пользоваться. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас мир находится в турбулентности какой-то. Посмотрите, что во Франции происходит. Посмотрите, там уже год ходят люди, в общем, вполне достойные, живущие от чувства несправедливости. Что происходит в Англии, которая вдруг выскочила, тоже почти до гражданской войны, расколовшись пополам, общество выскочило из Европейского Союза. Что происходит вокруг нас? Есть какое-то общее чувство неудовлетворенности, именно несправедливости, какой-то неправильности жизни в этом мире. Понимаете? фильм «Джокер», кстати, посвящен именно этому. Он показывает о том, как зло родилось из чувства несправедливости, из обиженных людей, от тех, кого топтали, рождается. Мы-то думаем, что всегда у нас была революционная пропаганда, что вот людей топтали, и вот они теперь построят мир, эти униженные и оскорбленные, построят мир свободы. ни черта не построят, они построят мир еще худшего, худшего унижения и худшей жестокости. Джокер, вы знаете, кого я напомнил? Он мне напомнил нашего Акакия Акакевича, он мне напомнил он мне напомнил вот такого классического русского героя Шинели. Коблевского, да. А? Башмачкина? Да. Вот он какой. И вот из этого Башмачкина рождается некоторое абсолютное зло. В этом новизна этого фильма, это очень интересно, это объясняет многие, многие, многие события 20 века. Вот. Что я вам еще могу сказать, друзья? Я вам все уже скажу. Ну что ж, на этом мы сегодня и закончим наш эфир. Спасибо вам большое, что нашли время, вышли в прямой эфир программы Абонент. Режиссер Павел Лунгин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.